Всем доброго дня! Сегодня мы с вами поговорим о шляпке Клош. Шляпки Клош это дамская шляпка в форме колокольчика, модная в 1920-х годах. Обычно они делались из фетра и плотно облегали голову, а также их носили низко надвинув на лоб. Позже стало модным заворачивать поля Клоша наверх. В 1920-е годы модницами был разработан даже особый язык с помощью лент на шляпке. Женщины доводили до всеобщего сведения некое послание. Например, лента в форме стрелы означала, что девушка не замужем, но ее сердце занято. Плотный узел, дама замужем, а яркий бант, незамужняя девица весьма заинтересована в общении с противоположным полом. Сегодня мы с вами поговорим о таких видах вязания, как вязание по кругу и вязание поворотными рядами. Вы видите шапку, шапку с полями, она связана по кругу, а в этом месте она связана поворотными рядами. Когда мы вяжем по кругу, мы вяжем двумя способами. Вот этот способ у нас без шва, то есть мы вяжем по спирали, по кругу, у нас нет петель подъема. Мы начинаем вязание и вяжем вот таким образом по спирали, по кругу, вяжем, пока у нас не получится нужной длины шапочка. Для того, чтобы видеть переход от ряда к ряду, то есть очень важно, сколько петель вы прибавляете в каждом ряду, чтобы получилась нужная вам форма, вы можете пользоваться маркерами. Я использовала достаточно толстую пряжу, вот видите какое полотно, толстое, в две нитки. Это у меня шерсть с акрилом и еще и пряжа вдобавок неравномерной крутки. Видите, она то более тонкая, то более толстая. Я так сдвинула, чтобы у меня там, где тонкая была, сверху была более толстая пряжа, чтобы она была более равномерная. И эта пряжа достаточно жесткая, она хорошо держит форму. Давайте сейчас мы с вами начнем вязание. Приготовьте маркер. И мы с вами начнем вязать. Давайте сделаем первую подвижную петлю, в которую мы будем провязывать первые восемь столбиков без накида. Итак, я провязываю две воздушные петли. В первую петлю я буду провязывать сейчас восемь столбиков. Вторая воздушная, это как бы петля подъема, мы ее не будем считать. А вот эту петлю, которая на крючке, рабочая петля, мы добавим маркер. То есть тут у нас будет начало ряда. Итак, в первую воздушную петлю я провязываю восемь столбиков без накида. Видите, петля у меня вытягивается. Вот я довязала восемь столбиков. Нитку ни в коем случае не обрезаем, потому что полотно наше распустится. Ее нужно будет потом в конце обязательно заправить в столбики. Итак, у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь столбиков. Итак, мы с вами провязали восемь столбиков. Это был первый ряд. Второй ряд мы начинаем с той петли, где у нас маркер. Перевешиваем маркер на вот эту рабочую петлю. И там, где у нас был маркер, вот в эту петлю. Петля у нас состоит из передней и задней полупетли. Мы будем вязать способом за заднюю полупетлю. Я провязываю два столбика без накида. И всего восемь таких прибавок. Первый столбик. Второй. Первый. Второй. Это уже третья. Третья прибавка. Всего должно быть восемь. Первая прибавка. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И вот еще последняя. Восьмая прибавка. Это у нас будет второй ряд. Всего 16 столбиков. Перевешиваем маркер. А будем вязать за заднюю полупетлю вот здесь. И начинаем вязать третий ряд. В первую петлю провязываем два столбика. Во вторую петлю провязываем один столбик. В следующую петлю два столбика. В следующую один. То есть раппорт у нас будет два столбика один. Два столбика один. И так мы это повторяем по всему кругу восемь раз. То есть два раза уже повторили. И еще. И так мы провязали первый, второй, третий ряд. Перевешиваем маркер. И в этом ряду мы провязываем два столбика в один. То есть прибавку делаем. В следующий столбик один столбик. И в следующий столбик один столбик. Это будет наш раппорт. Прибавка. Первый, второй. Прибавка. Первый. Второй. Вот я уже вяжу девятый ряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. В девятом ряду у меня было восемь прибавок, восемь и восемь, шестьдесят четыре петли. То есть мне этого достаточно на обхват головы. Я сделала прибавки, связала плоский круг. Только в предыдущем ряду я не прибавляла, а сделала через ряд прибавку. И дальше я буду вязать ровное полотно. И это будет как бы основная часть шляпки. Вот таким образом. Видите, вот здесь ровно будем вязать, ничего не прибавляя. Ту длину, которая вам необходима. Вы можете прямо примерить себе, одеть на голову, посмотреть, какая вам нужна длина. Потом свяжете вот такие поля. Редактор субтитров А.Семкин